всем привет вы слышите алексея халецкого и мы гнобим польшу за китай правда ну тоже вроде неплохо получается и мы на пороге апгрейда мы вышли в баллистику и сейчас вас будут пушки у нас будут киросиры но если вы вдруг не видели первую серию то лучше сначала начать с нее и понять как мы пришли к жизни такой а потом уже возвращаться и постепенно через серии следить за развитием китайской империи а вот спонсоры канала всей серии видят сразу за что им большое спасибо за их поддержку и за то что они помогают каналу и мне создавать видео стремится к тому чтобы они были лучше ну что ж продолжим пока открываю образование потому что для ускорения картографии надо две гавани построить а как раз собираюсь в пекине вторую гавань строить когда тут будет семь жителей так что пока отложим это дело немного тут надо подумать над тем что апгрейдить в первую очередь первых я хочу вот этого стрельца спасти но вот блин я боюсь что это никак не сделать для его спасения так ну давайте убьем этого сначала мушкетера тут мы апнем в пушку тоже вот эту апнем в пушку что я не смогу сейчас подойти никак меня нету дорог так а что мне там надо чтобы быстрее кавалерия открылась а убить кого-то с помощью рыцаря блин вот это я кстати не выполнил эти наверно попробуем так и так сделать этого рыцаря не должны убить так хорошо пикинер выживет мушкетер выживет что думаю обстреливать мне мушкетер или лучше апнуть в пушку лучше апнуть в пушку дальше здесь подходим к варшаве осаду варшавы историчненько правда цивилизация все еще не то так апгрейдим рыцаря в кирасиры тут какао обработаем ваншот арбалета ну давайте отлично так хорошо блин мне надо как-то рыцарем кого-то убить конечно тут тоже давайте в кирасиров около кирасиров силы 64 но у меня прокаченные мушкетер на самом деле сильнее даже поэтому может быть я зря там ждал этих кирасиров так долго так тут вырубаем ставим развлекательный комплекс как я и хотел а здесь надо кирасиров к ракову подвести с этой с осадной башней слушайте может давайте все таки начнем кавалерию открывать лучше а тут надо два университета иван давайте образование не вот уже кавалерия не так сильно нужно хотя тут стали варенье мы идем по нижней ветке тотально что конечно против игроков бы сейчас не сработало так можно удалять метку на тетралочку может попробовать тут стену поставить посмотрим что это даст так здесь у нас лесопилки блин хана этому не пей меня дядя варвар пожалуйста позиази так ну и чё тут ну давайте видимо строителей клепать надо обрабатывать эти вот но новозахваченные города всячески а в этом городе что и кайперы что и галеры ну блин галеры даст очки эпохи я уже тут точно в темный век выхожу мне нету смысла ну или в нормальной они как это не зачем мне сейчас твой галерус или вообще какой-либо морской юнит просвещение районы всевозможные построен еще через два хода продать ладно строитель два хода и как раз через два хода конец район можно будет строить так меня вот беспокоит вот этот пикинер если он каким-то арбалетом там и вверх по дороге может сюда прискакать и убить вообще вся шестая цива сводится о том что вы сохраняете свои юниты видите у меня прокаченный сейчас арбалет аж до пятого уровня то есть мне их терять отлично не убили ничего не не какой мир ты что ты что отдай мне всю свою одежду и города опа пойман шпион из российской империи интересно как его звали давайте посмотрим данный игрок игрок генерирует на 100 больше давайте за россию проголосуем тут как ему больше претензий будет торговые пути ко мне или к македонскому я не знаю конечно за кого будут голосовать хотя за македонского проголосуя мне выгоднее чтобы македонский победил я думаю что победили какой-нибудь вообще неизвестно мне не встречены еще и результат но вот правда торговый пути к бразили но сто процентов больше претензий генерирует у нас петр отлично всего все будут ненавидеть о меня еще и шпион сработал отлично где о хищении средств до отлично все очень неплохо пока подходим окружаем окружаем даже апну при сражении в районе при атаке через реку тут реки нету давайте сражение евро я правда не уверен что оно будет до влияет на плюс 10 при атаке районов здорово так но я думаю тут варшава скорее всего даже следующим ходом может упасть про такую арбалет арбалет так ну что если возможность убить рыцарем этого чувачка смысл общение дальнобойной атаки почему я а почему я не мог оттуда наш дистанция 2 почему я не могу вот отсюда обстреливать этого вынужден подходить был блин неужели не убивает блин что за бред то что холм тут лук почему вот отсюда не обстреливается этот чувак я отлично получилось правда рыцаря убьют скорее всего к сожалению но зато мы ускорили военную науку ну давайте пока книгопечатание мне надо два универа где-нибудь построить почему на все они начну я даже универы купить могу где у меня больше всего производства 56 диал дом тут строим три хода они строим просто просто построим три хода универы нормально так эту метку можно убирать это надо будет удалять потому что тут правительственная площадь все вокруг в ромашке мы сделаем тут холмы да тоже вырубим и шахту поставим удаляем крабов и ставим гавань правда только через три хода давайте монумент монумент никогда не помешает блин ну хрен вот что за улучшение вот он дает два золота и плюс четыре к обороноспособности потом еще культуру если я еще рядом ставлю стены ну нафига мне вот на этих клетках мне тут еду надо поставить я тут пищу и тут пищу лучше сделаю так еще одно какао кто хочет у нас какао и какого ресурса у меня еще нет красители с ацтеком слоновая кость с русским чай с русским гипс пока а гипсу наверное работает кстати можно гипс вот сахар давайте с с персом как у нас мы с ним дружочки да я хотел посмотреть как шпиона зовут русского александр санек пойман пытаем его в в китайских застенках ну это чисто так пострелять хотя может в оборону лучше поставить лучше в оборону поставлю потому что это не нанесет урона этому военному лагерю серьезного да подойду мне просто надо подводить осадную башню чтобы рукопашными юнитами захватывать краков вот тут еще шелк не обработан ну зашибись еще один кризисный союз удачно миновал ух ты кирасиру давайте апну кирасира от дальнобойных или давайте от дальнобойных ну хотелось бы чтобы этот рыцарь выжил тут единственная тут проблема у меня но я знал на что иду у меня никак не прокаченные то есть я хотел ускорить открытие кавалерии за 10 лошадей в принципе нормально с ресурсами у меня все зашли бить да убили рыцарь а кого еще неужели пушку убили да ладно как-то не придя кто-то был тут пушка ну потому что заставили меня подвести ее почему-то ну это какой-то бред вот реально почему я должен был здесь подводить пушку еще раз давайте глянем на эту местность лук стоит да и тут луг просто луг почему отсюда пушка не может обстреливать давайте а тут может что это за говнина нет не может смотрите опять у меня нету иконки дальнобойная хотя игра показывает что я могу обстреливать что за говно это реально какая-то подстава от игры так книгопечата не откладываем пока массовое производство так это к этому городу относится к этому нам надо два универа открыть просто там все ускорится что нам строить здесь у нас новый возможность райончик поставить военного и священное место нам не нужно военный лагерь нам не нужен центр коммерции не нужно что у нас гавань тут стоит развлекательный комплекс у нас вон все они кстати я бы тут наверное да нет я бы арену пока не покупал который будет влиять на раз два три четыре да на все эти города вокруг как раз будет влиять то есть только театральную площадь я бы ставил а тут нигде нету сосед хотя вот сосед 100 есть плюс один я бы здесь просто не знаю а давайте универ а давайте универ почему эта пушка не действует я его хоть убей а вот отсюда она стреляет сюда а отсюда нет в упор не понимаю хоть убейте меня о лиссабон нам в лиссабон надо бы отправить караванчики ну вот просвещение следующим ходом откроется поменяю там карточку на первого посла вот это вот все так ну что что варшава ты падаешь нет не хочу терять нет значит не этим ходом ладно ну следующим упадет осиротевшие молодцы хорошее хорошее название у меня тут просто нету юнитов на которые бы сейчас эта осадная башня действовала она действует только на рукопашников у меня все мушкетеры в итоге вот здесь атакуют варшаву то есть я заберу варшаву и тогда наверное уже подведу осадную башню к кракову тем более тут дорога есть но пока стоим так как есть ой блин я вырубить это а так рыбку наверное обработаем тут стоим в обороне в надежде что сможем выжить вы выжить сейчас что там у него а еще нет чтобы убить вот этот апостола русского знаете варвар бьет летучие отряды а апостол православный стоит просто за этим наблюдает такой ребята не деритесь обратитесь к богу или просто такой немножко извращенец который любит смотреть как людей убивают фу эти полевую пушку построю и одну потерял будет полевая пушка потом в корпус чтобы поставить что у нас здесь а не могу пока рынок достраивать потому что у меня там мешается арбалет но мне надо акведук куда-то ставить вопрос где выгоднее ну я не ладно давайте давайте рабочего я тут построю чтобы это все-таки убрать какой-то из этих улучшений брюссель захватил о перс захватил брюссель отличная идея то есть он вместо того чтобы воевать с польшей пошел воевать с брюссель который у него отвалится по лояльности как угодно ну отлично даже с модом конечно на искусственный интеллект компьютер мягко говоря действует очень дебильно так ну так ну нормально все паршава должна упасть тут вообще по-моему никого не никакого урона сейчас мы тут разграбим караванчик еще много проблем на земле зачем рваться почитать что я хреново по науке иду я так понимаю промышленная эра минус лояльность так ставим значит здесь скидка на улучшение юнитов это мы уберем кстати элитные войска это интересная идея так во первых рационализм как минимум да во вторых первый посол немножко уберем к сожалению ну и наверное все таки надо поставить или хотя блин у меня войска очень уже и так прокаченные надо ли мне плюс сто процентов боевого опыта я бы наверно не ставил давайте посмотрим сколько рационализм даст науке плюс десять не то чтобы много на самом деле давайте лояльность теперь глянем ну пока вроде вот гданьск отваливается и лодь начинает отваливаться гданьск минус шесть а у польши какая эпоха даже норма от нормальной эпохи отваливается блин надо варшаву забирать конечно это как минимум лодь прекратит отваливание лодзи настали темные времена в китайской империи мы упали в темный век во всем мире героический золотой и только в китае темные века что к этому привело возможно захват польши видимо польские диверсанты подрывают доверие к императору надо будет с этим разобраться давайте выясним что же может улучшить наше положение и какие лучше взять устремления для темного века промышленной эры тут либо реформу денежного обращения за каждый торговый путь либо пульс паровой машины за каждое построенное здание промышленной эры или более поздней эпохи давайте наверно пульс паровой машины возьмем потому что я буду и верфи строить и университеты еще давайте пульс паровой машины мне кажется этого больше потому что торговых путей у нас пока семь всего то есть я семь очков могу получить а зданий явно будет больше так давайте варшаву захватим варшава уже точно падает что тут откладывать еей божественное право чуть мне божественное право продвинуть за счет чего а двух храмов понял так что у нас в варшаве тоже только лав эти священная площадь стоит и все так ну вот в варшаве всего три жителя вот нам надо краков обязательно захватывать и тогда отваливание по лояльности польских городов завершится потому что в кракове 12 жителей это столица очень большое влияние имеет аж минус 14 мне надо в варшаву надо в варшаву посадить какого нибудь чувачка нельзя давайте может мне виктора туда пересадить а магнуса какой нибудь нормальный город тем более тут еще не построен зал для приема но я зал для приема буду ставить потому что поселенцы мне не нужны а захват рожеского города увеличит производство на 20 процентов на пять ходов может трон вождя построить я сейчас планирую тут захватывать еще города ну блин нет зал для приемов поприкольнее будет давайте действительно виктора пересажу в варшаву не сильно правда снизится отваливание мне надо быстрее с краковым разбираться а сюда магнуса или рейну не давайте магнуса так у польши 200 силы ну так значит этот город мы сохраняем давайте начинать подходить ммм блин как-то слабенько раз разграбим да больно это больно потому что кавалерийские юниты города тяжело бьют а так в принципе очень хорошо видите краков я уже начинаю окружать и мне надо перебрасывать наземные войска сюда так пока слабо мы бьем по кракову потому что я еще не довел но по моему стены возрождения польши не строит так как гданьск как сильно отваливается минус 6 гданьск нормально гданьск поддержим еще с кем шелком поторгуем хочу только одни красители а красители нет подождите ну вот трюфеля с русским слоновая кость с русским чай то есть только с россией я могу похоже хоть что-то новое для себя купить все остальное а еще гипс и оливки так значит либо с россией либо с францией с обоими меня отношения так себе оливки и гипс на кофе и какао она готова зашибись так тогда и с россией слон какао кофе чай трюфеля шелк отлично и он еще мне заплатит отлично слушайте прям зашибись у меня счастья в городах должно быть очень многое и тут должно кстати и тут должна лояльность во видите минус 3 минус 3 стало это за счет счастья не забывайте что на лояльность еще и счастье городов действует то есть тут было несчастье а тут теперь высокое счастье еще бы сюда я правда уберу к сожалению отсюда мушкетировку что надо будет краков как-то захватывать но это очень все неплохо так тут универ готов город растет тут мы будем вырубать стоит ли тут водяную мельницу строить мне кажется нет а тут стоит строить строители потому что тут лян поэтому вырубаем так здесь делаем шахту здесь делаем лесопилку здесь ферму здесь выкупаем клетку и делаем рыбу в общем я пекин перекратил расти что я тебя тут на производство переключил не делал мне надо до 7 его вырастить чтобы тут гавань построить так тут лечимся ну пушки они слабо работают по этим укреплениям нам тут либо бомбарды либо так тут все надеемся что нас мушкетер не добьет акведук готов тоже на рост переключаем акведук дал промышленной зоне производства давайте 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 тут строить гавань а мастерскую я тут куплю хотя мне эти деньги на покупку верфей бы тоже а верфи две верфи что ускоряют точнее две гавани картографию а это две гавани а две верфи что ускоряют вот паровой двигатель хорошо так так в родслов амбар построен на рост опять переключаемся и тут мастерской нету да что ж такое может все таки купить здесь мастерскую три производства кампус тут где-то должен быть хороший кампус да видите плюс 3 благодаря промышленной правительственной площади и в шиньяне наверное тут будет кампус хороший а ну пока так оставляем дальше идем жалко конечно не было нормального формального повода против польши придется национализм так открывать нанять писателя кир нормальный вообще перс то есть он с ней повоевал не знаю ходов шесть захватил брюссель который у него отвалится и заключил мир с польшей о тут кри я кстати помню что перс воевал с кри мы даже смотрели что есть какой-то город захваченный у кри у перса а нет обратно уже отбит похоже класс кри сосед польши а мы с ним даже не встретились еще ну ты это границы кри точно научную теорию астрономию божественное право виктор переезжает варшава тоже поставлена без всякого и гдань нет гдань все таки на реке да ну варшава тоже поставлена абсолютно без с пресной пресной воды ммм назидательные новеллы всего лишь за 10 селитры кстати я это приму тем более что у меня есть куда их определять уже два амфитеатр археологический музей да нормально так мы можем строить верфи увеличен уровень дипломатической видимости это это благодаря тому что два универа построены теперь открываем военную науку один ход до кавалерии дальше здесь я просто куплю верфь 5 потому что это много производ ну много 4 производства мне это по-моему дает сейчас да еще плюс 4 производства неплохо кроме того тут я гавань строю это я ускорю так ну все нормально все нормально почему тут я еще выкуплю сразу вино чтобы малине досталось так вот этот мушкетер умрет под выстрелами пушек так теперь летучий отряд мы во первых ремонтироваться отводим во вторых мы будем его апать в кавалерию следующим ходом как и этот летучий отряд теперь нам нужно сюда подвести эту пушку двигаем сюда так и блин все равно так блин все равно больно неужто без бомбард никак не обойтись ну а почему краков еще не считается в осаде интересно ладно я сюда встану хочу просто посмотреть а вот тут какой-то город не тут краков главное захватить краков будет захвачен и на этом мы сможем праздновать победу над польшей тогда вар варшава и гданьск точно по лояльности прекратят отваливаться блин я тут строил рабочего чтобы убрать пшеницу а тут появляется арбалетчик почему не появляется он тут стоит уже какой какой этот ход ладно давайте 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 летучий отряд не хочу потому что он следующим ходом в кавалерию превратится и надо будет кавалерию я просто хочу акведу где-то здесь постой сначала убрать улучшение ладно давайте древние стены тогда чтобы по этому арбалету стрелять этот парень сидит пока внутри так тут надо хоть какой-то урон стенам нанести для начала прежде чем атаковать наземным да это и надо бомбарды подводить да печалька но зато уже минус семь потому что довольство плюс два стало а с кем у меня истек с педру какие у нас тут союзы давайте лучше давайте лучше с персом у нас есть союз ну блин культурный как-то мне кажется вот с ним как раз культурный не стоит чтобы я на его куритибу влиял но поэтому давайте мы с бразильцем религиозный заключим его куритиба там стоит только потому что у нас с ним был культурный союз вот и все да и видите какао я перестал с кем-то торговать поэтому у меня меньше стало счастья в тех городах так с кем я могу чем поторговать так это все есть 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 янтаря у всех по одному соль значит соль либо с персом 16 золота в ход либо с ацтеком 17 17 блин чё такие жадные какие-то да они какие-то жадные они жадные что еще а табак еще ну кстати 7 эй табак у меня есть блин у меня все остальное есть ну придется соглашаться на эти грабительские цены хотя давайте что дайте мы что-нибудь предложим какой-нибудь ресурс еще например ту же селитру вот тебе 20 селитр как о готов он даже готов мне заплатить отлично видите мне повезло что у меня дофига селитры и я могу ее использовать а вот и давайте наверное город уже обстреливать а не могу надо подходить тут вот проблема что здесь холм здесь равнина я отсюда не могу бомбардой работать по кракову придется тоже обходить может может атаковать 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 юниты потому что он с другой стороны с другой стороны с другой стороны мне нужны тут мушкетеры а где еще один мушкетер мне что одного мушкетера убили вот вот арамис у нас тут бездельничает ну апать уже летучие отряды в кавалерию я без карточек буду так уж и быть так тут будем вырубать деревья и так так опять можно чисто на производство но и на культуру блин я хочу чтобы вот это культ все плантации обрабатывались и мне культуру дают в обязательном порядке смотрим 147 100 кто круче меня перс перс в принципе здесь вот уже сейчас только перс из тех кого я встретил то есть я уже неплохо развит очень даже неплохо ну пошли вот эти тропические леса обрабатывать так а здесь винище в лодзе центр коммерции рынок можно подрасти кстати рост городов тоже влияет на лояльность то есть чем ваши города больше тем сложнее на них влиять но у меня проблема что я в темном веке то есть у меня 0 5 лояльности от каждого жителя я просто думаю стоит ли мне делать юниты для того чтобы в корпуса объединять с более крутыми ну давайте летучие отряды давайте сделаем арена чуть попозже пока нормально довольство можно делать покупки за веру ну это какие то есть в католицизме я могу синагогу купить а в православии дом собраний ну у меня по моему православных городов со священными местами даже и нету так что только если тут дом ну я бы знаете на великих людей на всякий случай оставлял о хороший кстати инженер через два хода будет у меня как раз по-моему где-то тут был один город где я не купил мастерскую или я везде купил ну ладно я наверное в столице фабрику сделаю потому что фабрики дают плюс два хотя не важно все фабрики просто плюс два производства будут давать я кстати еще не открыл их ладно открою кавалерию так следим за краковым он будет обстреливать пушку а вот и кри наконец то а не хочет ли он воевать с польшей я вот верю что у него у него как раз плохие отношения с польшей охренеть я так и умоли выклинчивал эти все стали теперь меня просить эти назиданские новеллы источник сплетен это меня потому что высокий уровень количество людей населяющих вашу империю поистине приводит впечатление о да о да так блин минус 13 ну я думаю что если варшава побудет некоторое время независимой с нее не убудет как говорится так что там у кри с польшей он с персией воюет не хочешь ли ты дружбу отлично я и посольство у него хочу основать присоединиться к едвиге отлично отлично война с польшей так польша у нас воюет с крис александр ну александр вообще плава ни хрена не делает будем честны так польшу мы распилим так тут ух ты лодь стала отваливаться вот это вот это странно для меня ну золотой век ой темный век конечно хреново так повышаем до кавалерии тут это я зал для приемов построил да кстати а появилось ли сейчас я еще разведывательное управление построю появилось ли мне интересно наслед есть все таки олигархическое наследие появляется значит неважно неважно какой когда ты строишь противную площадь было у тебя олигархи значит олигархическое наследие будет в любом случае ясно окей все наземные юниты ближнего боя антиквалийские военно-морские юниты получают плюс четыре вот это надо брать кроме того давайте плюс два влияния поставим просто только вместо чего мне рационализм по-моему десять науки всего добавляет хотя наука от зданий плюс пятьдесят я там уже и университеты построил ммм ладно я видимо пока блин так не хочется ладно я наверное бонус соседство потому что у кампусов там не так много соседства давайте так попробуем олигархическое наследие сколько снимет у меня науки это пятнадцать ну да жалко жалко но олигархическое наследие ставить надо что видите я плюс четыре от олигархического наследия имею так ну тут юнитов у я смотрю у больше нету особо ну все ну и встанут на вот нету ну вот 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 это просто все что я могу тут обстреливать я чисто поэтому и стреляю против городских атак до меня тут скоро эта пушка будет полностью вся ладно ладно возьму прокачку так эту пушку я под бомбарду подвел вот это по-моему не будет у меня работать никак к сожалению давайте наверное про такую блин что-то слабо вообще блин к же мне этот краков долбан это захватить перс корпуса киросиров нет чтобы воевать дальше с польшей не нафиг надо ой может мне этот шелк тут выкупить туши шелк пойдем обработаем встретили кри начались эти завывания дебильные могу тут гавань ставить так что дальше будем открывать ну давайте пока картографию не гавань блин а ну да пусть правильно сейчас я построю гавань это гавань а верфи потом будем покупать еще так хорошо вырубаем это удаляем пушку ведем сюда чтобы из нее корпус сделать так тут стоим осиротевшие молодцы классными название юнита все таки я так думаю что сбегаем посмотрим что тут легница понял оленье озеро но это вот фигня на самом деле я бы захватил краков не знаю подумаю еще по поводу люблина и все мне кажется дальше у среди какая-то территория хреновая там кри есть я бы дальше уже не шел то все вот это вот это моя империя я бы еще люблин с брюсселем конечно взял но там крик какой крепец какой-то немножко да вот интересно видите участка раков не в осаде то что тут река протекает то есть с этой стороны должен кто-то быть обязательно так эти вот интересная сложная система в отличие от наверно района уже надо куда-нибудь тоже посадить рейну в ченду я посажу там за соседство гавани можно будет ее прокачать где мне еще в больших городах вот в шиньянь надо в лоте гданьск конечно с одной стороны но я уду я уверен что я успею краков взять до того как до того как отвалится лочь а варшава и гданьск не так страшно так паундмейкера встретили количество торговых путей увеличена кто еще не объявил войну польши ай ладно чем я буду и смечем какими ресурсами еще поторговать два вина давайте смотреть опаундмейкера красители есть ну видите какой хороший парень сразу готов нормально торговаться приятно встретить человек который к тебе хорошо относится сразу без всяких претензий каких-то там то встречать что за следующий ход я вас осуждаю вы никогда не видел мир более отмороженного произвели чем вы конечно приходится войну объявлять воевать с этими ничего не понимающими стремитесь стать примером для всего мира ведите ведите свой народ к славе он будет обожать вас ну да и теперь не нравится что у меня темная эпоха типа надо в героическую видимо я с ней полностью согласен и наверное уже в следующей серии которая выйдет завтра или которую спонсор уже могут посмотреть во вкладке сообщества я приведу свою империю к славе а на этом пока все играйте в умные игры и всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока